Здравствуйте, дорогие одиннадцатоклассники, те, которые в этом году будут сдавать единый государственный экзамен по обществознанию. Джон Дубаева Жанна Юрьевна, учитель истории и обществознания гимназии номер 5 города Черкеска. Дорогие ребята, в этом году вы будете сдавать экзамен по обществознанию, единый государственный экзамен. Обществознание – это популярный предмет в нашей стране после наших обязательных экзаменов русского языка и математики. Вот в настоящее время сейчас очень много, ребята, появилось в виде обращения, голосовых сообщений, где мы с вами слышим, что в экзамене произошли большие изменения. Но это не так. Я хочу вас успокоить, ребята, потому что все изменения единого государственного экзамена были опубликованы уже в августе 2019 года, прошли обсуждения и в ноябре 2019 года демонстрационный вариант, то есть и таким кодификатор и спецификация были утверждены. Сегодня я хочу сказать, что, конечно, тяжелое время, ребята, конечно, для вас. Мы очень переживаем, как пройдет этот единый государственный экзамен. Но я хочу сказать, что сейчас у вас очень много самостоятельная работа, ребята. И наши учителя тоже проводят с вами онлайн-уроки, тоже помогают вам. И вот поэтому я сегодня хочу дать вам вот такие важные советы при подготовке, уже самостоятельной подготовке к единому государственному экзамену. Единый государственный экзамен, ребята, строится на трех китах. Это, вы прекрасно знаете, такие у нас очень важные документы, как кодификатор. Это у нас идет спецификация контрольных измерительных материалов для проведения экзамена по обществознанию 2020 года. И, конечно, ребята, это варианты ЕГЭ. Это наши контрольно-измерительные, видите, кимы. Кто-то знает об этих документах, смотрел, готовится. А есть ребята, наверное, которые об этом ничего не знают. А это, ребята, очень важно. Потому что кодификатор, вот кодификатор, он должен быть у вас настольной книгой. Почему? А потому что в кодификаторе, ребята, отражены важные темы. Вот. То есть здесь, видите, здесь темы, которые вы должны знать и изучать. Вот по этим темам, а вот посмотрите, для того, чтобы сдать экзамен по обществознанию, мы должны с вами хорошо пройти ряд тем. Это такие, как человек и общество. Посмотрите, вот здесь кодификатор эти темы есть. И вы должны эти темы все выучить. Вот. И выучить очень хорошо. Здесь у нас 18 тем. Вот. Следующий у нас идет раздел «Экономика». Это тоже очень важный раздел. Здесь у нас указано, посмотрите, по этому разделу 16 тем. Следующий у нас раздел идет «Социальные отношения». По этому разделу у нас 13 тем. Политика. Политика 15 тем. Право. Право. Раздел 20 тем. И, конечно, ребята, еще вопросы, которые связаны с Конституцией. То есть, что я хочу сказать, что это ваша настольная книга, ребята. И если вы действительно хорошо выучите вот эти все темы, которые указаны в кодификаторе, вы прекрасно справитесь с единым государственным экзаменом. Потому что, изучая эти темы, это ваш кругозор, это ваша подготовка к экзамену. Потому что весь материал по этим темам вы находите в учебниках. Вот. Потому что вы должны также работать и по учебникам. И из практики я вам хочу сказать, что ребята, которые хорошо владеют теорией, они очень хорошо сдают экзамены по, ну, и по нашему предмету. Следующие советы я вам тоже хочу дать. Это практическая часть, ребята. Потому что сейчас у нас очень много сайтов, с помощью которых мы работаем. Вот. Практическая часть подготовки единого государственного экзамена, как общество знания, играет очень большое значение. Потому что, если ребенок мало делает Кимов, то, естественно, как вы можете мне сказать, у него очень слабая подготовка к экзамену. И когда мы решаем много Кимов, вот, мы одновременно практически, да, анализируем тот материал, который мы с вами прошли, вот, по к кодификатору и по учебникам, по темам, которые нам дают при изучении предмета общества знания. Во-первых, у нас появляется опыт в проведении этих Кимов. Вот. У нас появляется также то, что мы Ким делаем довольно быстро. Потому что, ребята, не забывайте, что у нас экзамен длится 3 часа 55 минут. И поэтому мы с вами тоже должны уложиться в решение этого экзамена. Это тоже очень важно, ребята. Ну, я хочу сказать, конечно, сайтов у нас очень много, тренировочных материалов. Но я хочу остановиться на двух сайтах, которые мне очень нравится. И я рекомендую своим ребятам при подготовке к единому государственному экзамену по обществознанию. Ну, во-первых, это первый сайт, который я довольно тоже люблю, этот сайт. Постоянно сама сижу на этом сайте. Это решу ЕГЭ Дмитрия Гущина. Чем мне нравится этот сайт, ребята? И я вам его тоже советую. Но я думаю, что вы очень многие решаете все эти тренировочные задания, которые находятся на этом сайте. Во-первых, этот сайт постоянно обновляется. Каждый месяц там новые Кимы, по 15 Кимов, которые тоже надо решать. Во-первых, мне нравится на этом сайте, что там очень большой архив заданий. И кроме этого, кроме этого, решая эти Кимы, вы одновременно можете себя и проверить. Потому что вы получаете там баллы. Вот видите вашу подготовку к единому государственному экзамену. Кроме этого, там мне нравятся задания именно по варианту Кима. Это там тренировочное задание. Первое задание, второе, третье, четвертое и так далее. То есть вы хорошо будете уже владеть структурой Кима и вам будет уже легко и быстро выполнять и решать эти Кимы. На этом сайте, ребята, есть также задания, которые не входят в единый государственный экзамен. Я тоже вам советую пройти эти тренировочные задания, потому что они тоже окажут вам большую помощь в подготовке экзамена. Следующий сайт, который мне тоже очень нравится, это очень важный сайт. Я обращаю на него большое внимание. Это сайт ФИПИ. Федеральный институт педагогических измерений, ребята, оказали вам в этом году сотрудники составителя единого экзамена по обществознанию. Это Татьяна Лискова и Ольга Котова. Они вам подготовили хорошую методическую работу по организации индивидуальной подготовки ЕГЭ 2020 года. Я просмотрела, изучила эти методические рекомендации и, действительно, ребята, если вы сейчас будете пользоваться вот этими рекомендациями, которые вам дают и составители единого государственного экзамена и мы, преподаватели, то вам будет очень легко готовиться к этому экзамену. Ну, во-первых, у нас на сайте ФИПИ есть варианты ЕГЭ досрочного периода до 2020 года. Ребята, обратите внимание, это два варианта. Это у нас идет первый вариант экзамена, первый вариант и второй вариант. Вот, многие, может быть, многие из вас уже видели, вот, прорешали эти варианты. А те ребята, которые не успели прорешать, я вам, конечно, советую. Советую прорешать и посмотреть, как строится структура экзамена. Вот методические рекомендации обучающихся по организации индивидуальной подготовки ЕГЭ 2012 года. Здесь как раз, ребята, по нашему предмету обществознания, вот наши авторы-составители, когда вы начнете изучать эти методические рекомендации, вот Ольга Котова и Татьяна Лескова. Здесь, ребята, они дали вам очень хорошую структуру. Во-первых, структуру измерительных материалов КИМОВ ЕГЭ 2020 года. А вот что мне очень понравилось, то, что в этом документе, ребята, они вам дают индивидуальный план подготовки к экзамену. Вы знаете, это очень хорошо, потому что этот индивидуальный план, ребята, строится по кодификатору, вот, единого государственного экзамена по обществознанию. И вот там как раз вот эти все темы, важные темы, на которых строится наш экзамен. И вы должны, конечно, обратить большое внимание. Кроме этого, они вам также там еще предлагают тоже варианты КИМОВ, где они вам как бы очень подробно даже дают ответы, показывают ошибки, которые допускают ребята при проведении этого экзамена. И, конечно, как я уже вам говорила, что основная задача – это хорошая обществоведческая подготовка, потому что именно эта подготовка играет большую роль, и вы можете получить тогда возможность поступить в тот ВУЗ, в который вы мечтаете. Ну, а теперь я хочу подойти к структуре нашего экзамена. Вы тоже знаете КИМОВ, вы работаете с этими КИМОВ, а вот, потому что у нас экзамен, единый государственный экзамен по обществознанию, состоит из двух частей и включает в себя 29 заданий. Первая часть содержит 20 заданий с кратким ответом, а вот вторая часть, конечно, ребята, там у нас идут 9 заданий, 9 заданий с развернутым ответом. Но я хочу сказать, что экзамен у нас не такой шлюхи, он сложный, потому что у нас очень много заданий С. Посмотрите сами, 9 заданий С. И мы должны уложиться, выполнить эти задания за то время, которое нам дают. Вот, ребята, первая часть, первая часть – это наши задания с кратким ответом. Вот, они в основном, первое, третье задания – это понятийные задания базового уровня сложности. Они проверяют знания, вот, потому что понимают знания по темам, основным этапам, факторам социализации личности, закономерности, тенденции. Вот. Задания с 4 по 19, вы знаете, что там в основном у нас идут традиционные 5 тематических модулей. То есть вы хорошо здесь должны знать такие модули, как человек, общество, духовная сфера, культура, познание. Вот. Сюда входит также политика и право. Шестнадцатое задание, 16 задание, оно затрагивает знания основ конституционного строя Российской Федерации. Сюда, здесь мы также говорим о правах и свободах человека и гражданина. Но, как я уже вам говорила, что у нас существенных изменений в экзамене не было. Но у нас структура экзамена осталась, ребята. Но вы знаете, что шестнадцатое задание, изменения произошли в баллах. Если в прошлом году ребята получали за это задание 2 балла, то в этом году они получат 1 балл. И также у нас произошли небольшие изменения в 28 задание. Это план. И в 29 задание мини-сочинение. Часть вторая содержит 9 заданий, как я вам уже говорила, ребята. Конечно, это сложные задания. Вот. В спецификаторе вы как раз можете познакомиться с этими заданиями. И вот здесь мы видим, что наш экзамен, наш экзамен, как я уже говорила, это максимальный первичный балл по нашему экзамену, вы знаете, это 64 балла. Если, ребята, первую часть вы делаете очень хорошо, вы получаете 34 балла. Вот. Это без единой ошибки. Вторая часть нам дает 30 баллов. Ну, конечно, здесь нам нужно как можно лучше выполнить задание, чтобы получить хорошие баллы. И вот здесь спецификации вы также увидите, что у нас тоже задания делятся на базовые повышенные сложности. И также идут задания по высокому уровню. По высокому уровню. А сейчас, ребята, я хочу поговорить об ошибках, которые ребята допускают во время проведения нашего единого государственного экзамена по обществознания. Ну, как говорила нам, рассказывала Татьяна Лескова, значит, ошибки наших ребят делятся на два этапа. Первый этап – это содержательные ошибки. Но почему ребята допускают ошибки? Потому что, во-первых, первое, то, что они плохо знают теорию, материал экзамена самого и очень мало работают с тренировочным материалом. И допускают, конечно, ошибки. А вот вторые ошибки – это, ребята, обидные ошибки. Почему они обидные ошибки? Обидные, потому что ребята считают, что это материал, что этот предмет довольно очень легкий. А вот они довольно порой очень часто невнимательно прочитывают задания и начинают быстро выполнять. И поэтому тоже теряют баллы во время единого государственного экзамена. Поэтому, ребята, я советую, чтобы вы такие ошибки не делали. Вот. И сейчас, когда вы работаете с кемами, с контрольно-измерительными материалами, то есть вы, пожалуйста, обращайте на это внимание. Потому что экзамен сложный. Вот. Вы должны внимательно читать задания. Вы должны понимать, что от вас хотят в этом задании. И тогда вы должны только выполнять эти задания. Но еще ошибки, которые допускают ребята, как я уже вам говорила, это от незнания теории. Потому что общество знания – это такой предмет с определенным понятийным аппаратом социально-гуманитарных наук. И вот поэтому вы должны очень хорошо знать понятия. А понятий у нас в нашем предмете очень много. И мы должны владеть этими понятиями и должны продемонстрировать это все на экзамене. Я хочу сказать, что иногда идет речь о тех случаях, когда в общество знания используется несколько разных названий одного объекта социальной деятельности, действительности. Социальной действительности. Вот, например, мы говорим традиционная семья. И одновременно мы говорим, что она и традиционная – это патриархальная семья. Идеальные. Они могут быть и духовные потребности. И вот не следует применять научные понятия, подменять научные понятия бытовыми представлениями. Это тоже ошибка у ребят. Я также хочу обратить внимание на то, что… то есть те темы, которые ребята знают плохо. Потому что во время проверки этого экзамена мы тоже обращаем на это внимание. Потому что наши эксперты проверяют работы и видят слабые моменты знаний детей. И вот я хочу, чтобы вы, ребята, обратили внимание на такие темы. Вы должны понимать виды потребности, сферы общественной жизни, формы чувственного и рационального познания. Много ошибок ребята допускают вообще в модуле познания. Это методы научного познания, это одновременно уровни научного познания. Ребята не могут отличить, где уровень научного познания, а где теоретический уровень познания. Это виды инфляции, типы безработицы. Не могут также определить, где у нас структурная безработица, чем они друг от друга отличаются. Циклическая безработица, фрикционная безработица, сезонная. Тоже сложными являются для ребят тоже такие темы, как система, подсистема политической системы общества, типы политического лидерства. Вот эти темы, ребята, вот эти вопросы вы должны очень внимательно изучить и еще раз повторить. Также у нас проблемы возникают с изучением таких тем и выполнением заданий, как налоги. Между прочим, эта тема у нас постоянно находится в КИМах. Это понятие вида юридической ответственности. Постоянные переменные затраты, финансовые институты, банковская система, избирательная система. Здесь тоже ребята допускают очень много ошибок. Я хочу обратить внимание и на такие темы, как истинная ее критерия, политическая система общества, юридические лица. Вообще право тоже плохо изучается ребятами. И вот здесь, ребята, вы тоже допускаете очень много ошибок. Обратите внимание вот на эти темы, на органы государственной власти Российской Федерации, федеративное устройство Российская Федерация. Вот эти вопросы тоже изучите очень хорошо. Ну и, конечно, вопросы, связанные с Конституцией. Ну, ребята, я здесь хочу вас успокоить, что мы вопросы, связанные с Конституцией, будем сдавать по темам, которые у нас сейчас находятся в учебниках. Вот, без изменений. Поэтому учите хорошо тоже раздел «Конституция». Вот, кроме этого, как я уже вам говорила, что здесь у вас и кимы находятся, вы можете их также прорешать, вот эти кимы. Вот. И еще очень довольно интересный материал, который тоже дается здесь. Этот материал также связан с тем, то что, ребята, помимо кимов, у нас здесь дается также материал, на который вы тоже должны обратить большое внимание. Вот. Это здесь у нас идут в виде консультации. В виде консультации, вот посмотрите, ребята, вот они в виде консультации. Вот. Это Рособорнадзора за 2020 год, 2018 год, 2017 год и также ФИПИ. В виде консультации, которые проводит Татьяна Евгеньевна Лескова. Вот. Вы прослушайте эти консультации. Я вам советую также прослушать консультацию Татьяны Евгеньевны Лесковой, которую она проводила от 7 апреля 2020 года. Ребята, вы тоже очень много интересного получите от этой консультации, где Татьяна Евгеньевна также рассказывает об экзамене. Вот. И в конце она отвечает на вопросы ребят, которые ей задавали эти вопросы. Вопросы довольно очень интересные. Может быть, эти вопросы тоже вас волнуют. И вы получите, ребята, на них ответы. Но еще очень важное я хочу вам сказать, что здесь, ребята, также приводится краткий перечень нормативных правовых актов. И здесь вот эти документы, ребята, очень вам важны. Вот. Потому что вы их тоже должны изучить по модулям. И здесь есть статьи, которые вы должны прочитать, найти и изучить. Очень подробно здесь и говорится. Ценные бумаги, налоги, органы государственной власти, понятия и виды юридической ответственности. Потому что эти статьи входят тоже в единый государственный экзамен. Вот. Такие вопросы, как порядок приема на работу. Вопросы имущественного и неимущественного права. Вот. Вопросы гражданства и многие другие. Дорогие ребята, сегодня в нашей беседе я решила вам дать положительные советы. То есть, как готовиться к единому государственному экзамену. Вот давайте мы сейчас на них остановимся. Первое. Вы должны, вы должны хорошо изучить документы, над которыми вы будете работать. Особенно, как я вам уже сегодня сказала, это кодификатор по подготовке к единому государственному экзамену. Второе. Второй совет. Вы должны как можно больше решать контрольно-измерительные материалы. Вы должны смотреть видеоуроки также. Вот. И, как говорится, повышать свой уровень. И, конечно, ребята, третий совет. Вы должны очень хорошо изучать материал. Ребята, вы должны знать очень хорошо этот материал и уметь применять этот материал на экзаменах, на кимах, контрольно-измерительных материалах. Вот. Следующее, конечно, ребята, вы должны знать очень хорошо структуру экзамена. Вот. И знать, что вы должны делать в том или ином задании, применяя свои знания по этому предмету. И, конечно, ребята, смотрите, пожалуйста, в виде сюжета. Будьте во всех новостях, которые сейчас проходят по нашему предмету. И внимательно читайте кимы, внимательно, и, конечно, решайте побольше. На следующей нашей программе мы остановимся на уже контрольно-измерительных экзаменах, на контрольно-измерительных материалах единого государственного экзамена. Спасибо за внимание. Желаю вам, ребята, удачи.